доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха старое самопознание меня зовут наталья кто со мной еще не знаком сегодня посмотрим что происходит с вашим загадным человеком сегодняшним днем вариант как обычно 1 настраивайтесь пожалуйста на расклад подумайте об этом человеке представьте его визуализируйте если вы первый раз зашли на данный расклад постарайтесь во время расклада расслабиться руки-ноги не скрещивайте пожалуйста произнесите имя и дату рождения загаданного человека постарайтесь услышать именно свою информацию чужое на себя пожалуйста не притягивайте помните о том что это общий онлайн расклад и конечно же со всеми он резонировать и не может итак смотрим каких энергиях находится сегодня загадана вами человек то есть каком настроении он сегодня что вообще в целом с ним сегодня происходит что с ним сегодня происходит следующий вопрос о чем человек хлопочет что его тревожит сегодняшнем дне чтобы вообще человек хотел изменить в своей жизни какие ему светлые такие мысли приходят к чему он больше склоняется к чему его душа тянется может быть кому-то его душа тянется давайте посмотрим тоже немаловажный вопрос если мысли о вас думаешь и вспоминает ли загаданный человек какие эмоции чувства испытывает вам что вы для него значите планы намерения загаданного человека в отношении вас действия намерены действовать в вашу сторону и перспективы ваших взаимоотношений ближайшей недели полторы от высших сил как вернее видят высшие силы итак смотрим каких энергиях находится сегодня загаданный вами человек полон эмоций энергия теплые энергии радужные прям они могут его обволакивать ну конечно сейчас дополним в каком это ключе все-таки энергия они более действительно его делают счастливым либо его немножечко другую сторону уводит понимать потому что здесь кубок он переполняется в этой колоде до арканом здесь вот прям этот эликсир так как говорится да он выходит за края то есть слишком много эмоций у него сегодня да и либо он их куда-то растрачивает давайте посмотрим не будем смотрите здесь человек эмоционирует относительно какой-то конкуренции на самом деле да у него есть знаете такая кипучесть внутри ему главное одержать победу много прикладывает усилий для того чтобы не упасть лицом грязь перед кем-то это могут быть рабочие процессы его жизни либо это вообще может быть конкуренция конкретно с каким-то человеком либо в общем с ситуацией здесь конечно может быть все что угодно но опять-таки девочки отталкивайтесь того примерно что вы можете знать о загаданном человеке но однозначно все у него кипит все бурлит пятерка она сама по себе такая огненная карта стремительная карта и здесь естественно людей много участников предостаточно да это как минимум пять не обязательно что это будет два оппонента нет здесь может быть много и вот это вот вся история она реально его может захлестывать эмоционально то есть он может сегодня много высказываться горячо высказываться да может с чем-то не соглашаться и в то же время отстаивать свое какое-то право свое какое-то видение то есть сегодня человек активен и действительно эмоции его переполняют но это не совсем те эмоции которые знаете как будут его прям ой как супер радовать мы конечно дальше по раскладу посмотрим да выйдет выйдет ли он вот в состоянии реально победителя но отсюда я вам уже дальше скажу да как все-таки на него влияет вот эта вот энергия дня так что с ним вообще сегодня происходит вот смотрите здесь реально человек сегодня проявляет какую-то свою силу выдержку волю характер он действительно очень много энергии закладывает в сегодняшнем дне к чему папа относительно чего вот ты вот так стараешься прям много усилий прикладываешь с чем все таки это будет больше связано с какой сферой его жизни старший аркан кстати выпал дан все события которые сегодня с ним происходит они очень важны для него возможно человек также сегодня прокачивать себя как личность и это очень важно в целом для человека с чем это будет больше связано девочки урок здесь действительно может человек проходить какой-то урок смотрите конкурировать он может с вышестоящими органами либо с теми людьми которые но как говорится на порядок выше его начальник либо вообще тот человек который уважаем в его глазах такое тоже может быть это может быть папа это может быть действительно такой мужчина который для него очень умный такой мудрый человек который может постоянно давать совет и вот смотрите да здесь он на самом деле пытается конкурировать скорее всего вот с этим человеком пытаясь доказать какую-то свою точку зрения но понимаете тут у него могут быть не совсем равнозначные равноправные силы да этот человек может реально немного словно уступать хотя он себя считать может чуть ли не наравне вот с этим человеком с которым он сегодня конкурирует может быть конечно это его и друг но этот друг смотрите возможно очень часто ему дает какие-то важные советы в чем-то помогает то есть ваш загаданный человек действительно может часто обращаться к этому человеку также здесь может проходить ситуация относительно вообще его семьи в целом человек мог может знаете противостоять всей семье как один из вариантов да но он понимает прекрасно что есть традиции есть свой какой-то устой в их семье и этому противостоять в принципе ну как бы и не стоило бы с одной стороны да но с другой стороны он хочет словно показать что я тоже что-то в значу я тоже что-то умею вот понимаете здесь человек реально пытается что-то доказать сам как самому себе так и для тех людей с кем он как конкурирует там соперничает и так далее здесь конечно ситуации могут быть абсолютно разные да смотрите здесь человек может очень если гипотетически не то что гипотетически да а предположим человек влюбился в женщину а семья не принимать просто здесь идут такие карты да туз чаш аркан сила там девушка изображена да он любился в девушку и как бы он от нее в какой-то степени может даже и зависеть но семья может не принимать такой человек возможно пытается сегодня доказать что эта женщина для меня важна я ее люблю но семья может как бы ну реально не воспринимать и вот он сегодня пытается конкурировать он пытается сегодня привести аргументы там факты все все что угодно понимаете такой момент но еще один нюанс он должен себя сдерживать он должен то есть держать субординацию если же это руководство да допустим примеру человек любит свою работу очень любит работу да и вдруг там может быть какой-то недочет либо еще что-то такое да и человек пытается доказать что он прав то что он там может где-то увидел и либо какая-то ситуация могла произойти на работе понимаете у всех по-разному поэтому но в целом здесь человек действительно пытается в первую очередь быть на высоте опять таки не упасть лицом в грязь держать субординацию перед кем бы то ни было и это все-таки для него кармический урок то здесь человек проходит урок на общение в социуме вообще на общение с родными и близкими то есть он должен уметь договариваться и быть реально конкурентоспособным и таким человеком который может действительно отстоять свою точку зрения вот сегодня вот такой вот событие у него происходит хорошо давайте смотреть о чем же он все-таки хлопочет выбор его очень волнует выбор выбор он переживает понимаете этот выбор ему хочется свершить именно по состоянии его души по состоянии его сердца да но так как мы все-таки люди разумные и в нашей голове много на нас снова как знаете как шум такой в голове постоянно у нас присутствует и он перебивает вот это внутреннее душевное состояние то есть человек словно не может определиться да все таки как ему правильнее поступить что ему лучше выбрать либо пойти по холодному рассудку как говорится да либо все-таки прислушаться к своему внутреннему сердечному состоянию и это его беспокоит за это он хлопочет за это он переживает это конечно может больше касаться любовной тематики девочки все-таки аркан влюбленные но конечно же не обязательно да я как как я сказала мы в своей жизни можем иметь пристрастие абсолютно к чему угодно к чему вот здесь кстати тоже может если к примеру ваш человек выпивает да ему родные и близкие говорят что ну хватит уже сколько можно а он пытается доказать может быть что я в этом я не знаю успокаиваюсь разные причины почему люди допустим много выпивают но тут у всех своя проблема своя психосоматика да ну то есть причины разные понимаете и вот здесь вот если глубина смотреть то конечно ему очень сложно допустим человек понимает что трезвый образ жизни для него это лучше то он ничего не может сделать понимаете тут такое вот двоякая конечно состояние у него давайте дополним все таки да что о чем человек хлопочет больше вот аркан влюбленный транслирует нам о чем желание страсть что-то новое узнаете человек как сызнова хочет вообще на начать что-то в своей жизни какие-то проекты возможно да вообще в целом жизнь как-то по-другому с другими с другим импульсом более активно что ли жезла жезла вот понимаете он сегодня кипит бурлит и он знаете хотел бы вот уже здесь и сейчас сделать этот выбор возможно девочки он его уже и делает этот выбор возможно уже и делает давайте посмотрим чтобы он хотел изменить все-таки да чтобы он хотел поменять тоже очень интересный аркан вышел опять жезла да здесь человек возможно много раз совершал одни и те же поступки которые его не выводили вам к примеру на должный уровень он постоянно спотыкается об одно и то же вот вроде бы человек человек проживает жизнь ему кажется что он делает правильно с энтузиазмом активно прикладывать свои усилия да свои старания умения но такое ощущение что он как вот по замкнутому кругу все равно ходит прорыва нет так вот он хотел бы наверное все таки изменить изменить вот это вот состояние чтобы не обходить в больше в какие-то вот постоянные циклы периодичные циклы которые у него в жизни происходит случаются здесь однозначно человек проходит урок очень важный урок его и не один не один урок и он хотел бы наверное знаете еще такой процесс у него идет разучиться обижаться чтобы больше не на вот знаете ни на кого не злиться к примеру да ни на кого не таить злобу обиду ни от кого не отгораживаться здесь смотрите человек сам по себе может быть очень замкнутым и он может быть даже из-за этого он сам устал сам собой постоянно может бороться и вот ему хотелось бы чтобы он хотел изменить да убрать эти все границы если ему кто-то учиняет вот эти границы до постоянно то он тоже от этого ну он устал ему не хочется пробиваться постоянно кому-то что-то доказывать да вот изменить вот это вот он желал бы если к примеру есть действительно тот человек как я изначально к примеру сказала есть девушка к примеру семья его не принимает вот он хотел бы убрать вот эти вот какие-то дурные законы вот эти устои которые реально портят людям жизни судьбы людей но не совсем может быть портят да но не дают быть вместе вот тут вот это бы он хотел убрать то есть ограничение он хотел бы убрать ограничение давайте еще дополним конечно же но это больше касается конечно вот опять повторюсь любовной тематике ему хотелось бы знаете когда любить даже свободно не где-то там за забором у краткой у тайкой нет ему хотелось бы вот если я люблю то я люблю и пусть все знают мне хорошо я счастлив а скорее всего вот это не получается у человека совершить сделать если мы не говорим о личной жизни о взаимоотношениях между мужчиной женщиной здесь вообще в априори может могут ему палки в колеса вставлять если пример человек очень творческий его могут не понимать не воспринимать допустим его творчество опять есть какие-то определенные грани чего-то цензура допустим какая-то даже на том же ю тубе да нельзя выставлять какие-то определенные картинки но нет это понятно все да потому что все таки должны быть определенные рамки но у человека понимаете у вашего загадан человека у него действительно есть проблема где он полноценно словно не может себя проявить как творческая личность как вообще в целом человек который мог бы быть с открытой душой а вот вот если глубина смотреть здесь реальный человек как постоянно в каком-то панцире он постоянно на защите и такое ощущение он периодически может 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 ждать какого-то подвоха от кого бы то ни было какие-то удары он устал от этого он хочет жить просто спокойно счастливо и вот это был он хотел по изменить да хорошо к чему его душа больше стремится к девятке чаш ну кто бы сомневался да вот исполнение всех его желаний человек хочет жить свободно наслаждаться этой жизни не бороться как изначально вышло не прятать допустим свои эмоции не бороться со своим внутренним каким-то там состоянием постоянно себя в себе давить те же самые чувства и эмоции или допустим если человек изначально рос действительно в такой семье где ты слова поперек не мог сказать он постоянно вот это подавление когда я не могу действительно ничего произнести свою мысль свое какое-то мнение ему хотя у хочется вот душа его стремится я свободен я хочу жить так как я хочу а скорее всего у человека это не получается давайте еще дополним еще давайте пополним все прошлое на прошлое к чему его душа стремится девочки его душа стремится к какому-то его все равно прошлому состоянию знаете чуть ли не стать вновь ребенком когда ты жил вообще беззаботной у тебя никогда не было проблем вот к чему стремится его душа для кого-то конечно может проиграться если это касается личных отношений то человек хотел бы жить просто счастлива и наслаждаться и быть удовлетворенным именно в паре с той женщиной которая которая осталась в прошлом с этой женщины у него может быть очень глубокая связь он может конечно с этой же женщины быть и в сегодняшнем дне но понимаете мы живем как как роботы на самом деле да мы в решении ежедневных бытовых вопросов задач мы что-то упускаем важное мы забываем интересоваться как себе человек чувствует а что у него какое настроение просто поддержать даже человеком реально за этим за всем за суматоха дней мы это забываем и естественно из-за этого отношения могут портиться но в этом может быть мы сами виноват но скорее всего сами виноваты потому что опять еще раз повторюсь в нашей голове очень много шума безумно много шума и здесь конечно человек очень сильно ностальгирует по прошлому возможно тогда когда он с этой женщины познакомился либо вообще эта женщина с в которую он раньше когда-то был очень 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 сильно влюблен такое тоже может быть давайте девочки смотреть если мысли о вас думает ли вспоминает до девочки думает вспоминает он безумно переживает потому что он чувствует что он вас либо теряет либо уже потерял здесь у него печаль печальная грусть тоска невозможность человек раздавлен давайте еще смотреть еще мысли о вас вот это состояние девочки она у него уже очень очень длительный период тогда когда человек чувствует себя не в ресурсе тогда когда ему действительно чего-то очень важного не хватает в его жизни он идет бредет медленно своим каким-то путем а ему хочется видите активности ему хочется жезловости ему хочется вот прям огня прорыва здесь я конечно могу предположить что человек все равно постоянно находиться в таком триггер нам состоянии это конечно же трудно и возможно человек всеми силами всеми правдами неправдами он пытается вытаскивать из этого болота как тот мюнхгаузен за косичку себя делая каждый день по маленькому шашку вперед но у него понимаете идет откаты рыцарь пентакли это очень очень медленная такая карта да он хотел бы девочки вас забыть он хотел бы уйти от этой боли но у него все равно не получается потому что он делает шаг вперед два назад шаг вперед два назад может быть действительно у вас получается такая ситуация когда ваши отношения невозможны и этот человек очень сильно удручает здесь очень 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 сильно человека печален его ему безумно вас не хватает возможно у вас были планы с этим человеком на далекую далекую перспективу как вы будете жить что вы будете делать возможно и так но словно этому не не суждено было сбыться хорошо какие чувства эмоции испытывают вам загаданными человек но в первую очередь у него есть к вам импульс страсть стремление стремление двигаться вашу сторону то есть он внутри у него на душе это стремление двигаться к вам девочки но он себя очень сильно сдерживает и это для него урок человек с вами тоже проходит какой-то свой кармический урок не просто урок а кармический урок он понимаете его душа вот тоже раздваивается в отношении вас как быть что мне сделать здесь однозначно в первую очередь это страсть я так могу сказать здесь у него в первую в первую очередь по отношению к вам страсть что еще на на душе у человека девочки страсть человек от вас созависим у вас роковые отношения человек вам безумно привязан вы знаете он наверное сейчас даже готов отдать душу для того чтобы увидеть вас для того чтобы ему все дороги открылись и он с вами с встретился вот это вот понимаете по рыцарь пентаклей такое ощущение для него что вообще время становилось каждый день это для него как год ну я утрирую может быть конечно но тем не менее то есть ему не просто с такой девочки зависимостью от вас жить и не чувствовать вас не обнимать вас не лицезреть вас его выворачивает наизнанку вот смотрите с одной стороны человек себя пытается успокоить перевести в какой-то знаете спокойное нормальное русло он может тебе говорить все хорошо ты сильный ты справишься ты идешь по правильному пути значит так надо мужчины тоже это могут себе говорить мужчины тоже могут верить в бога как говорится ну у каждого как и естественно своя вера да даже в самих себя если там не знаю там прям совсем атеисты но здесь человек вот его вырвет на части вот одна половина его души говорит ты без нее можешь прожить а вторая половина ему кричит нет она не кричит да тут уже и кричит шепчет кричит я я не знаю дергает его ты без нее не можешь представляете состояние человека но я примерно догадываюсь что вы представляете потому что когда в раскладе выпадает 15 аркан как правило это чувствует такое же два человека то что я ранее сказал то есть девочки вы тоже самое ощущаете вы тоже можете себе говорить ты его не любишь он тебе вообще не интересен он тебе не нужен и так далее это только страсть это только какое-то знаете паром какой-то порог может быть да это не совсем правильные отношения то есть с одной стороны мы как бы я себя успокаиваю а с другой стороны да я не могу без него или я не могу без нее какие у него планы намерения в отношении вас и ожидания ожидания терпения он будет я сильный я смогу давайте посмотрим чего тогда человек больше ожидать то есть в намерениях планах у него еще нужно говорит подождать чего подождать чего он хочет подождать когда закончится вот это вот непонятная подвисшая ситуация между вами когда вот это состояние жертвы она все-таки изменится на более такой активный резкий поворот импульс то жезлов это знаете действительно может быть что-то случится такое мощное кардинальное в ваших судьбах либо в его судьбе да но мы все-таки смотря спрашиваем в контексте ваших отношений то здесь человек больше надеется на то что он сможет выждать то нужное время для того чтобы между вами все кардинально поменять девочки больше он ждет действие от вас королева пентакли на дне колоды больше действия от вас давайте посмотрим все таки его действия его действия я скучаю я знаю что у меня есть шансы я понимаю что у меня есть возможности но я их пока не беру почему он не берет почему не берет загаданный вами человек шансы с вами допустим встретиться про взаимодействовать смотрите здесь скорее всего у него и на вас девочки есть вот эти вот обиды либо вы вот ту оборону создали конечно он мог тоже сам создать этого оборону вот эту стену у каждого конечно же своя ситуация но пока такое ощущение шансов шансы он не берет в действиях давайте посмотрим почему почему он не берет эти шансы а он девочки не знает какой как правильно сказать какой исход будет если он к вам проявится я так примерно предполагаю здесь человек мог очень сильно насолить вам но это я так мягко может быть конечно сейчас выражаюсь да ну мог что-то такое сделать а теперь понимаете у него вот это вот чувство даже говорит если я проявлюсь не факт что у нас получится с ней договориться не факт что у нас получится с ней найти вот эту вот гармонию и прийти какой-то дипломатии вот вряд ли поэтому девочки он терпеливо будет ждать вашего какого-то маячка где бы он понимал что он реально сможет к вам проявиться здесь конечно человек немного знаете такое ощущение нерешителен не хочется конечно никого обижать но тут как-то словно как проявленная трусость немного проходит да хотя человек сам по себе очень верткий честно говоря да и смотрите здесь у вас может быть ситуация что кто-то из вас будет не свободен может быть вы оба не свободны даже если к примеру вы четко понимаете знаете что вашего загаданного человека вообще никого не может быть то все равно он на таком выборе чтобы что можете не согласиться к примеру если вами загадан человек еще но не готов жениться а вам уже пора а он не готов вам дать и вот это как раз и будет камнем преткновения вы не согласитесь на простые отношения просто встречаться вряд ли понимаете и вот у всех понятно ситуации разные но в целом я хочу сказать здесь человек просто не знает каков будет исход поэтому он не берет этот шанс здесь хотя он может понимаете он реально может поэтому здесь человек просто выбрал такую чудесную тактику вот я удивляюсь тому моменту да то что я сегодня вижу по раскладу это человека так выворачивать человека так выкручивает а он сидит на месте да я хочу сказать что я наверно заберу свои слова нет не буду забирать по поводу того что человек немножко трусоват здесь упрямец вот здесь просто человек упрямец потому что чуть-чуть все равно не хватает смелости ну хотя бы просто выйти на диалог вот здесь реально просто выйти на диалог и не важно что реально ты можешь за это получить но ты поговори допустим примеру с человеком уберите эти уберите стену нет я бы я буду лучше сидеть и страдать осмотрите здесь скорее всего у человека есть своя программа он кстати может но такое бывает реально такое бывает человеку нравится страдать то есть для него это как какая-то пилюля как допинг понимаете человеку действительно нравится находиться в таком состоянии да это больно но ему нравится ощущать вот эту боль ощущать вот эту тоску ощущать когда тебя рвет на части какой-то степени ну тут сада мазохизм честное слово тут надо срочно бежать больничку как говорится да поэтому опять никого не хочу обидеть конечно же да у у всех могут быть разные ситуации что могло повлиять на человека что он так себя ведет да почему он позволяет себе проживать вот такие это муки это реальные муки но он позволяет это себе проживать потому что иначе он не умеет еще знаете бывает такая закономерность если раньше в детстве допустим ребенок был под тотальным контролем у родители там либо в школе но неважно да то как правило он будет себе женщину выбирать которая будет постоянно его контролировать потому что он привык так ему реально попадется такая женщина которая будет к постоянно контролировать потому что по-другому не умеет потому что ему нужно уметь будет выворачиваться выкручиваться выверчиваться это его программа это менять можно безусловно но это это такой труд не каждый пойдет на такую переработку своих мозгов перспективы от высших сил на вашу пару перспективы здесь конечно может быть реально в между вами поставлена быть . и ваши отношения могут уйти как в небытие такое тоже может здесь быть для кого то конечно может проиграться что вы будете проходить очень мощную трансформацию скорее всего вы на в ней уже находитесь то есть девочки вы меняете свое отношение и к себе и к нему и к ситуациям которые были между вами и вообще в целом будете менять отношение к вашим взаимоотношениям здесь очень много нужно будет то есть понимаете здесь высшие силы показывают вам что однозначно такие отношения которые были у вас до дальше так уже не будет здесь кардинальная перемена должна быть к примеру если вы встречались тайна то сейчас вы должны встречаться чтобы все знали если это вообще никак невозможно тогда скорее всего будет здесь поставлена точка либо ваши ну я не знаю либо если вы жили в браке как-то и друг друга не понимали то вы должны перейти совершенно на другой уровень вам действительно нужно вообще поменять сценарий вашей семейной жизни кардинально поставить что-то в приоритет совершенно по-другому должны будут выстраиваться взаимоотношения не простой честно говоря арканы вышел на перспективу непростой давайте дополним все таки зачем что дальше на что меня что вот с точки зрения высших сил к чему к чему вы должны по итогу ну вот как вот ближайшем будущем до через неделю полторы до я сказала к чему там может что ты может что-то измениться нет скорее всего нет такое ощущение что вы так и будете еще плюхаться порхаться в своей неуверенности девочки как и вы так и загаданы вами человек вы чего-то боитесь может быть вы боитесь посмотреть правде в глаза и понять и осознать что этот человек не ваш реально он не ваш и вы его не любите и он вас не Здесь, смотрите, здесь у меня вышло по большей части только, ну как, больше страсти, больше секса, понимаете? Да, вы для него такая прям, ух, женщина-огонь. У него есть, конечно, чувства, но, понимаете, здесь человек больше, опять-таки, больше заботится и печется о себе, потому что все-таки вышел рыцарь Пентакли, да? Не о вас. И тут девятка чаш выходила, да, в нем все равно чуть-чуть присутствует вот это вот, я хочу чуть больше получать, да, быть чуть больше удовлетворен. Для кого-то, конечно, тут другие могут быть моменты, когда вы боитесь действительно на что-то, что-то реально осознать. И не накручивать, вот знаете, еще такой момент, вы накручиваете себя очень сильно. Для начала перестаньте себя накручивать, перестаньте себя убеждать, допустим, ну опять из практики, да, девочки, вам говорю, может быть, я его там не подхожу ему, он найдет себя лучше, круче, моложе, ну или там еще какие-то фишки. Девчонки любят вот эту всю историю выставлять, понимаете, здесь комплексы. И в первую очередь, чтобы действительно хоть что-то бы поменялось для вас, для него, убрать эти комплексы. Убирайте, они не нужны. Стремитесь к тому, чего вы действительно желаете по аркану звезда. Вы на это способны, понимаете, вот карты никогда просто так не выходят. Вы реально на это способны. Поставьте себе цель. И двигайтесь к этой цели. Но тут не надо лениться, тут просто нужно, просто идти. Вот и все. Вот такой вот сегодня получился расклад. Я от всей души желаю, девочки, чтобы ваш путь был намного проще, легче, активнее, позитивнее. И пусть сегодняшний день будет, конечно же, лучше, чем вчерашний. А я от всей души вас благодарю, то, что вы со мной, то, что вы подписываетесь на мой канал. Всего вам самого прекрасного, замечательного и до новых видео.